Олег Митраков. Оппозиция демонизирует Путина, хоть и негативно, но всё же волей-неволей делает из него героя. Путин задаёт сценарий многих тем, дискуссий, а может избрать более позитивный путь, например. Например, не критиковать, без толку его, а искать эффективные методы смены власти через объяснение массам, что нужна смена системы, а Путин лишь часть этой системы, хотя и значительная, но всё же часть. Путин – это порождение, результат системы, или он её основатель. Ну, вы абсолютно правы, Олег, проблема, тут можно по-другому всё это рассматривать, проблема не скинуть Путина, ну, то есть это не единственная проблема, потому что вместо этого Путина придёт другой Путин, проблема сменить систему, поэтому такая пропаганда адаптировалась вот к этому настроению, к этому способу, так сказать, аргументации, споры с ней против Путина. Поэтому так легко кремлёвские, кремлёвская агентура, там, националисты, коммунисты, говорят, давайте сменим Путина, а потом решим. Технология, вот, раскола оппозиционного движения основана на этом, на том, что цели положения, цели просто скорректированы, ну, вот цель, там, смещения Путина, не сохранения демократии или воссоздания, восстановления демократии, а вот Путин. А Путин говорит, или пропаганда говорит, а вот это и есть демократия Путин. И все декоративные инструменты демократии присутствуют. И с точки зрения Запада, ну, части Запада, конечно, это демократическое государство с полным набором инструментов демократических. И это инструмент пропагандистской кампании, вы совершенно правы, и это надо объяснять, хотя, ну, это вещи, конечно же, связаны. И Путин, и та система, которую он создал. Вот, и сегодняшняя проблема, это, многие об этом пишут, так же, как мы раньше об этом говорили, с Лерочкой сегодняшняя проблема уже не Путин, не только Путин. Сегодняшняя проблема – это общество с отравленным сознанием, которое дезориентировано в такой степени, что, в общем, не понимает даже цели своего развития, не видит этих целей, запутано. Ну, просвещение – вот наш инструмент, единственный, к сожалению.